Всем привет! Вы на канале Тори Вэй и в этой вышивальной недельке будет много разнообразия и надеюсь, что все-таки получится финишировать. Я на этой неделе сижу на больничном, поэтому чуть-чуть голос может подхрипывать, простудилась немного. Давайте начнем и покажу я вам первый старт. Первым делом это старт елочной игрушки. Будет это рояль 3d игрушка от Евгении Черновой. Я в прошлом видео рассказывала, что я планирую стартовать и вот я уже за два дня вышла 30 процентов. Это вот эта задняя часть рояля, верхняя, две ножки и что-то еще. Я не знаю, что это будет. Там все это мозаикой, то есть вышивается по частичкам и потом все сшивается. Фотографию прикладываю, конечно же, чтобы вы видели, что получится в итоге. Очень интересный процесс, захватывающий. А еще мне больше всего нравится, что здесь оттенки очень красивые, такие зимние, прям вот этот вот цвет. Я не думала, что он таким вот рядом с бирюзовыми станет таким прям серебристым. Здесь еще и будет и металлик, и бисер. Такая красотень получится. И такой маленький хорошенький рояль. Я хочу вот прям брать и только его вышивать. Ну, надо другие процессы тоже продвигать, но этот я тоже возьму обязательно, потому что хочется его вышивать и вышивать. На пластике, тем более, мой пятый процесс как раз. Мандариночка тут классненькая, как раз новогодняя, еще зимняя. Вот такой процесс у меня появился. Старт. Буду вам показывать его, надеюсь, чаще и с продвижениями. Дальше. Тот же процесс, который участвует, тот не сказала участвует и этот процесс участвует в СП. Я твоя первая. Я рассказывала подробно про это мероприятие в прошлом видео, поэтому зацикливаться на нем не буду. Но, в общем, у меня вот это вот вторая схема, которую я взяла в том мероприятии у Ольги Ланкевич. Это голубая мечта от дизайнера Орюшины крестики. Здесь сейчас вышито 20 процентов. И вот за понедельник-вторник я вышила 453 крестика. Повышевала я внутренность. Вот здесь вот чуть-чуть оставшиеся промежутки светленьким, розовеньким и вот эту зелень. Дальше надо продвигать вот здесь вот зелень, переходить на цветочки и будет такое сердечко. Привью, конечно же, я вам показываю фотографию. Вот. Приятный процесс. Мне нравится все. Красивый, нежный. Буду дальше его продвигать, тем более мне еще не хватает для нормы. Мне надо 500 крестиков. У меня только 453, так что чуть-чуть на этой неделе я все-таки его еще возьму. Дальше. Знаменитенький хлопок и черника. У нас на улице пасмурно, поэтому я тут стараюсь яркость регулировать. Надеюсь, вам на экране будет все это красиво смотреться. Вот превью, что должно получиться. Ну, конечно, превью не передает всей красоты, что получается на самой вышивке. На превью он намного какой-то желтит. Прям яркость увеличена. Тепло тоже добавили, что прям такой теплый-теплый. А здесь в оригинале он более такой холодный, но при этом мне больше нравится именно вот холодный вот эти вот. оттенки. И здесь мне, как я уже говорила раньше, я на этой неделе его еще не брала, мне осталась зелень. То есть вот эти все листики мне осталось доделать и все. И будет готов, красавчик. И здесь у меня вышито 81%. Уже готов. Вот как раз его я надеюсь финишировать, чтобы он уже не отвлекал меня от других процессов и ждал очереди на оформление, потому что останется только один четвертый. яблонько вышится и все. Только яблонько осталось вышить. И четвертый процесс большой. Это замок от Мережки. Вот такая красота должна получиться. и у меня здесь вышито 29%. Это 324 крестика за понедельник я вышила. Вот здесь вот как видно, что ниточка еще. хочу здесь города вышивать. И потом вот замок здесь. Здесь кустики уже пойдут. И пойдет более интересные моменты. Ну вот если смотреть по превью даже. Ни сколько замок сам интересен, сколько вот эта красота вокруг. Потому что посмотрите, сколько здесь оттенков. Какие красивые переходы. Настолько завораживает вот этот процесс вокруг. А в замке просто мешанинка. Просто какие-то желтоватые, белые, да, оттенки там. Фиолетовые попадаются. Но это все равно не так интересно, как вот это окружение. Поэтому хочется вот здесь вот сейчас повышевать, перейти на кустики. Ну и я меня то в кустики вышиваю, то замок, чтобы потом не остался только один замок. Занудный. То есть и то, и то вышиваю потихоньку. Ну и надо продвигать, вышивать. Хочется уже завершить вот эту всю часть и передвинуть пяльца, чтобы половина уже была готова. В этом году должен он завершиться, обязан завершиться этот красивый замок. И такие вот у меня планы на эту недельку. Четыре работы в процессе. В синий поместится в кадр. Пойду вышивать. Сейчас я хочу взять рояль или хлопок. Точно, про хлопок все забываю. Рояль, как вижу, все, хочется вышивать только рояль. Но надо завершить хлопок. Прямо заставить себя и завершить его, чтобы он уже не напрягал и время мое не отнимал. Тем более сейчас, как она сказала ранее на больничном, мне остается только лечиться, лежать и вышивать. Отдыхать, набираться сил. До скорого включения оборежу этот момент. Пойду вышивать и встретимся в следующем включении с вами. Не могу не показать этот промежуточный этап, когда я зашила внутренность зелененьким. И прям такая красота получается. Налюбоваться не могу. Совершенно вот другое, нежели на превью или на фотографиях у кого-то другие отшила, когда смотрела. Это прям красота. Всем советую. Тут волосишки мои, простите. Просто прибежала, я вышиваю сейчас. Прибежала показать вам промежуточный результат. Крестики поближе. Ну красота же. Ну что, готовы увидеть результат этой замечательной вышивки хлопок и черника от чудесной иглы. И тадам! Вот такой результат у меня получился. Готовая работа. Спялец еще не снимала. Нужно будет подстирать, погладить и добавить в коллекцию моих рулончиков. Вот я как раз взяла показать. Такой у меня есть и такой. Вот такой вот у меня триптих пока что на данный момент существует. Осталась еще одна работа. У меня, конечно, руки чешутся уже начать. Стартовать с новой работой, чтобы уже получилось их четыре. И можно будет оформлять и вешать на стены. Но все-таки нужно отдохнуть, потому что этот хлопок получился, по мне, самым сложным. Из-за того, что здесь больше белого. Очень много вот этих хлопушков, где белый. И с тремя нитками кресты идут. Здесь как бы только вот кусочки на маке были. Здесь в ромашках, но они тоже как бы поменьше их. И там терпимо. В некоторых, которые самые близкие по чутке. А здесь прям много было. И здесь в стакане еще. Плюс еще мне не понравились зеленые нитки. Они рвались. Постоянно махрились и рвались. Было неудобно ими вышивать. Неприятненько. Но как есть. И поэтому я поставила хлопушку четыре с половинкой. Половинку убрала за то, что мне надоел белый и зеленые нитки рвались. А эти предыдущие-то на пятерочку были сделаны. Теперь у меня три из четырех готовы. Чему я очень рада. Вот этот хлопушек конечно прям видно, что он сложнее. Больше по мне так. Я эти вышивала давно, в прошлом году. Поэтому я не вспомню сколько там крестиков. Но у меня ощущение, что вот этот самый большой из них. Может и ошибаюсь. Это мой первый финиш 2023 года. Вот стирала свой финиш. Погладила его. Отфотографировала. Добавила в чудесные СП финиши фотографию. Клип даже сняла. Тоже смотрите. Все это у меня ВКонтакте. В группе. Все я туда выкладываю. И сегодня у меня уже суббота. Я не снимала долгое время промежуточные видео с вышивкой. Потому что я либо только вышивала. Либо болела. Отдыхала. Набирала сил. На видео как-то не хотелось мне разболтать. Что-то говорить. Стоять тут над столом. Дышать и думать о чем говорить. Ну в общем такие дела. Но сегодня более-менее надо уже отснять. Может быть даже выложить видео про хлопушек. Я вот пыталась снять видео от первого до последнего крестика. Именно про хлопок и чернику. Но вот не знаю зайдет такой вариант видео или нет. Может я таких буду реже снимать. Может только по своим иллюстрациям попробую снимать видео. Ну по вышивке со своими иллюстрациями. Просто так это конечно странное явление. Считаю я одно и то же говорю и в том видео и в том практически. И бывает по два раза. То есть для этого видео и для того видео. И как-то это странно все складывается. Ну посмотрим результат. Если глянете это видео. Потом напишите мне обязательно. Снимать еще такие видео или они бессмысленные. Просто хотелось попробовать. Ну вот для фона лежит сейчас мой первый финиш 2023 года. Да. Хлопчик мой. Магнитик тут классненький. от Еленкиной поделки рукоделки группа. Я оставлю ссылочку в описании. Потому что это вообще классные вещи. Это даже не реклама. Просто мне хочется поделиться с вами этой красотой аппетитной. Поехали по тому что я вышивала в этом. На этой неделе. В этом году хотела сказать. Это мой роялюшко. Тоже кстати магнитик. Тоже брала там же. С полимерной глины. У него фокус автоматически не регулируется. Ты кое-куда получится. Вот. Это мои продвижения. Здесь у меня уже 44%. Это получается раз, два, три, четыре деталечки. Это ножка. Вторая ножка. Еще третью надо дошить. Еще там несколько деталек будет. Но основные вот они. Две главные детальки. Это верх и низ. Вышила за это время 1438 крестиков. Тут немножко пробелов осталось. Результат мне очень нравится. Очень красивые оттенки. Все такое прям нежное зимнее. Я потом не представляю как я его буду собирать. Он вот небольшой. Будет такой миленький классненький у меня стоять. Потом роялюшка. Бисер еще будет. Металлик. В общем, красота будет неимоверная. Вот. Хочется его брать и брать и брать. Но понимаю, что у меня другие процессы есть. Поэтому как-то пытаюсь держать себя в руках и браться еще за другие. Как хлопок интересно сквозь конву просвечивает. Так интересно, волшебно. И следующий процесс, который я вышивала за эти дни. Это голубая мечта от Арюшины крестики. Здесь у меня уже 35 процентов. Вышила 1142 крестика за эти два дня. То есть я вышивала здесь немножко водичку. Я прошлась туда до конца. Потому что мне не удается спокойно вышивать этот набор. Эту схему. Потому что я боюсь, что мне не хватит конвы. Я же вырезала размер по 16 по 32 каунт. А это 14-й, грубо говоря, равномерка получается. Это какой? 28-й. 28-й аккаунт оказался. И поэтому он прям впритык-притык. Я, конечно, буду оформлять в круг, наверное. И, возможно, мне хватит полей самостоятельно там замучиться. Но я боюсь, что не хватит крестиков. Поэтому прошлась туда вправо. Вот там вот уже конец. И крестики. Буквально там вот поле... Буквально в три крестика пустоты еще осталось. Но потом, когда спрялись, буду снимать, покажу. Вот. И теперь я пошла вниз сюда проверить, насколько мне здесь хватит. Слева проверю. И пойду вверх. Ну, должно влезть и, в общем, впритык. Ну, влезет, скорее всего. Ну, мне нравится этот сюжет. Он очень красивый. На камере почему-то немного рябит. А может, у вас потом на телевизоре будет получше смотреться на телефоне. Вот. Вот. Здесь уже цветочки пошли. И вот мне еще нравится здесь то, что крестик переходит плавно в полукрестик. Это так интересно. Тем же самым цветом переходит в полукрест и так нежно уходит в пространстве. Здесь тоже с креста на полукрест переходит. Такая нежность. Сердечко появится. Но с цветочками придется тут помучиться, по партии вышивать. Потому что вот там вот по несколько кусочков цветов много в нем. Этих голубых разных оттенков. И получается, что вот эти выше и потом потихоньку сюда перейду. Туда. А раз вот так вот везде невозможно вышибать. Потому что как отсчитать там 500 крестиков вверх. Это не вариант в общем. Ну, нежность, конечно, такая классная нежность. Голубая мечта. Вот такие у меня продвижения. За эту неделю я брала вот эти три сюжета. В принципе, хорошие продвижения. Тем более финиш есть. Так что будем двигаться дальше. Сегодня я хочу взять замок. Хочу замок продвигать. Потому что вот эти внеплановые два наборчиках схемки. А мне нужно именно планы продвигать. Потому что мне нужно новые наборчики начинать нужные. А это тормозит меня. Поэтому я пока это отложу. Все равно минимум 500 крестиков у меня сделано. Для отчета хватит в этом СП. Я буду заниматься только своими наборчиками нужными. СП. Спешу поделиться с вами своими отшивами. Сегодня воскресенье. Заключительное включение. Первый мой вышивальный проектик. Это рояль. Я начала вышивать уже еще дополнительные частички этого рояля. Здесь уже 50% сделано. То есть мне осталось еще парочку добавить кусочков. И вот эти еще до вышивать. Здесь осталось в пробелах только бисер добавить. То есть уже половина работы сделана. Еще половину отшить. И потом самое сложное это наверное собирать все это в 3D конструкцию. Но результатом я довольна. Он прям посмотрите вот как серый просто серый оттенок. Сейчас я его кстати принесу. Вот обычный серый. Обычный серый гаммовский цвет. Вот как он становится серебряным рядом с этими бирюзовыми и белыми оттенками. Это же волшебство какое-то. Я прям удивлена, что он прям таким серебряным зимним стал красивым. Такой обычный серый цвет. Дальше. Маячок. Не помню показывала я вам его в прошлом включении или нет. По-моему показывала. Почему-то мне такое. Но если нет. В общем вот добавила цветочки. Сильно останавливаться тогда на нем не буду. Добавили еще здесь цветочки. Вроде я все это уже рассказывала. Так что не буду останавливаться. И следующий у нас проект главный на сегодняшний день. Я его хочу в активное пользование сейчас добавлять. Уже добавила точнее. Вот этот замок. Здесь уже 32% вышито. Я начала вышивать кустик. Это вообще приколюха. Мне нравится кустики вышивать. Мало того, что зелеными оттенками люблю работать. Так еще и вот эта шахматка. То есть он идет аккуратненько по одному, по два. Так, 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 так. Так миленько, прикольненько вышивать эти кустики. Здесь еще внизу один будет. Здесь вот гору дышила практически. Здесь уже водичка пойдет. И замок пойдет на завершение внизу. И будет, я полагаю, 50%. Надо ускоряться. Поскорее закончить его хочется. Ну, конечно, до завершения еще далековато. Но с сагой прям вообще удобнее намного вышивать, потому что, как я говорила в предыдущих видео, здесь где-то вот в этой куче на бумажной схеме я попутала чего-то чуть-чуть. И вот этих вот зеленых кусочков получилось больше. Я начала по саге уже отдельно вот эту гору. То есть она у меня правильно идет. А вот эта вся часть, она у меня чуть-чуть импровизирована. То есть я пытаюсь обратно вклиниться в схему, как нужно. Но где-то вот добавляю побольше вот этих вот крестиков, чтобы завершить. И тут как бы не сильно это важно, не так критично, как в замке, например, если бы окно или башня криво как-то пошла, то здесь вообще без разницы. Это же природа. Природа бывает разной. Поэтому у меня вот такая гора будет особенная, так сказать. Вот такие у меня вышивальные итоги этой недельки. Ставьте, пожалуйста, лайк, чтобы мои видео побольше крутились на ютубе, начинашка моя. И комментарий, какой процесс больше всего нравится, какой хотите, чтобы я вышивала больше остальных. Мне будет очень интересно это узнать. Здесь у меня иллюстрации лежат на фоне малинковые. Всем до скорой встречи. Пока-пока.